друзья всем привет сегодня отличная погода правда я дома в домашних условиях покажу вам тренировку которая направлена на то чтобы улучшить усовершенствовать технику классического хода коньковый ход подводящие упражнения я вам показал и сейчас хочу про классический ход рассказать показать базовые упражнения основные ходы которые используют лыжники их на самом деле много но базовые про базовые я вам сейчас расскажу поздравляю с открытием сезона в москве уже выпал снег правда сейчас идет дождь не очень комфортно заниматься на улице поэтому дома можете выполнять эти упражнения ну и не только дома и на спортивной площадке пожалуйста выполняйте перед началом тренировки в качестве разминки во время можно выполнять эти подводящие упражнения и они только пойдут вам на пользу и улучшит вашу технику классического хода для новичков помогут встать на лыжи и правильно использовать палки и лыжи для передвижения скажем так все друзья долго не буду разговаривать перейдем к первому упражнению первое упражнение это обычные махи руками ноги у нас как будто мы находимся в лыжне до стойка лыжника немножечко сгибаем колени в коленном суставе да вот вот такая стойка и обычные попеременные движения руками обратить внимание не просто махи руками прямые там или еще что то мы имитируем движение рук как на лыжах толкаемся и у нас такое точно как будто мы толкаемся ударная постановка палки на уровне глаз выше не поднимаем вот на уровне глаз и махи руками и локоть обратите внимание смотрит в изнутри наружу направлен локоть движение маховое движение руками вперед назад по 30 секунд выполняйте упражнение и менять это первое упражнение следующее упражнение мы отводим ногу в сторону маховая нога у нас прямая выпрямляем ее и отводим назад опорная нога корпус у нас под опорой под ногой направлен прям мы стоим на этой опорной ноге и держим равновесие продолжаем маховое движение руками 30 секунд на правой ноге и 30 секунд на левой вот такое движение держим небольшой наклончик вперед спина прямая и работаем сделали поменяли ногу и продолжаем движение можно снимать или перед зеркалом для того чтобы смотреть и может быть что-то корректировать по ходу движения очень помогает делали три упражнения следующее упражнение тоже только добавляем мах ноги вперед-назад маховая нога у нас работать срабатываем именно мах ноги работаем на одной ноге держим равновесие и работаем впереди выпрямляем ножку сзади точнее выпрямляем ножку ногу вперед можно сгибать коленном суставе тоже по 30 секунд и меняем направление точнее направление а ногу меня вот работаем 30 секунд следующее упражнение мы все усложняем и усложняем следующее упражнение с прыжком мы выносим ногу вперед делаем прыжок ногой 30 секунд поработали следующая нога отлично и самый осложненный вариант выполнения на месте это мы каждый раз прыгаем выносим руку вперед прыжок выносим рук делаем толчок тоже прыгаем то есть каждый раз мы прыгаем довольно и часто и другая нога хорошо можно немножко разнообразить и делать одновременно одновременно отталкивание на но это больше уже для разнообразия для разминки и развития баланса стабилизирующих мышц это больше на ну и следующее упражнение которое я вам покажу нам необходимо научиться делать подсет и подведение ноги то есть мы вот этот момент когда мы маховую ногу подносим основная ошибка у лыжников у начинающих лыжников это двухопорное скольжение когда мы почему она чем она связана эта ошибка из того что у нас стабилизирующие мышцы не очень развиты и мы начинаем ногу ставить очень рано на лыжню потому что не можем справиться с равновесием и потом уже дотаскиваем ногу до крепления переносим и получается у нас двухопорное скольжение поэтому стараемся все таки развивать стабилизирующие мышцы и это двухопорное скольжение у нас не должно быть если вы хорошо натренируете их никакого никаких проблем у вас с этим не будет и вот это одна из тренировок одно из упражнений которое поможет вам развить вот этот вот это качество смотрите мы отводим ножку и мы подносим ногу отрабатываем до руками тоже работаем но в пол амплитуды пол амплитуда доносим где-то вот до уровня бедра и возвращаемся обратно то есть именно отрабатываем маховое движение и под сет мы обязательно вот у нас стойка лыжника чуть-чуть нога опорная согнута в колени мы закрываем мысок наклон корпуса вперед подносим маховую ножку ногу к опорной и делаем подсед вот из этого положения обратно из этого положения обратно вот такое упражнение отработка именно маховой ноги и также отработка подседа мы подседаем подносим ножку из этого положения мы выпрыгиваем встаем на другую ногу другу переходим другую фазу отталкивания и после того как вы на месте отработали этот момент 30 секунд на одной ноге 30 секунд на другой можно медленно точечно раз обратно два обратно три обратно переходим на другую ногу 30 секунд другой ноги после этого в движение небольшой отрезок выбираем и в движении медленно подносим и вот здесь выпрыгиваем постановка подносим ножку к опорной и отсюда делаем толчок выпрыгивания вот такое движение мы делаем на отрезке очень поможет для освоения следующее упражнение но нужно понять нужно правильно толкаться одна нога у нас чуть сзади другая впереди вот руки можно на пояс держать вот из этого положения мы чуть-чуть подседаем вот из этого положения с помощью толчковой ноги в данном случае правая нога мы выталкиваем себя и встаем на левую ногу на опорную раз и встали обратно мы обязательно нужно толкать в таз себя вперед в таз бывает такое толчок непонятно куда а нужно выпрямлять полностью и вставать на опорную ногу вот это упражнение обратно хорошо обратно и еще раз обязательно медленно делайте фиксируйте и вас обязательно получится по 30 секунд как я уже говорил одна сторона и другая нога тоже самое сели и обратно немножко зафиксируйте себя постойте почувствуете опору под собой вот постойте немножко и обратно в исходную позицию ну достаточно следующее упражнение я вам покажу в динамике движение на отрезке переходим друзья и следующее упражнение в движении все те движения которые мы отрабатывали на месте мы пробуем их движение давайте я вам покажу только точечно спокойно никуда не торопимся для того чтобы самое главное для того чтобы понять и и после того как мы освоим все это дело можно ускорять все эти движения и довольно таки быстро сделать мы встаем стойка лыжника наклончик вперед колено закрывает мысок левая рука разноименная рука нога вот можно где поделать маки небольшие и после этого медленно подносим ножку к опорной и вот здесь делаем выталкивание переход на другую ногу опять же здесь медленно можно продолжать маховые движения раз пять делаем подносим к опорной выталкиваем правильно выталкиваем в таз ножку выпрямляем толчковая все и переходим на эту ногу опять делаем маховые движения подносим выталкиваем вперед себе в таз толкаем вперед толкаем не вверх а вперед маховые движения медленно выталкиваем после этого можно попробовать в обратную сторону уже без махового движения сразу делать толчок вперед и здесь постановка то есть на один счет 1 и переход на другую ногу 2 3 4 5 обратите внимание наклон у нас всегда вперед то есть мы едем и вперед и основная ошибка мах ноги как можно дальше сделать шаг вперед раз столкнулись выталкивание толкаем себя в таз 2 3 4 как можно дальше стараемся вытолкнуть как можно мощнее это будет отличное подводящее упражнение во время тренировки качестве разминки или после тренировки качестве заминки следующее упражнение просто для освоения мы ускоряемся то же самое только мы ускоряемся в принципе все тоже ту же самую работу проводим только сразу на один счет на одной ноге давайте на правой ноге мы прыгаем прыгаем только на одной ноге для развития как раз баланс стабилизирующий мышц сил опорной ноги 1 2 3 4 в исходную позицию 2 и так далее мы фиксируем себя останавливаемся держим равновесие несколько секунд и прыгаем дальше и прыгаем дальше отрабатываем вот это движение толчковая и маховая хорошо и еще один ход который используют лыжники основной ход это одновременный одношажный ход многие начинающие лыжники они могут сообразить не могут понять как вообще двигаться руками ногами поэтому нужно попробовать на месте без лыж использовать эти движения пробовать эти движения которые на лыжах одновременно мы толкаемся одношажный в этом случае нужно толкаться ногой сначала руки выносим вперед толкаемся ногу ставим на место другой ногой 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 чередование идет толкание верхним плечевым поясом руками и ногой сначала ногой руки выносим фазу так скажем заряда толкаемся мощно руками ставим ножку в исходную позицию чуть садимся выносим толкаемся другой ногой выносим руки на фазу заряда для того чтобы толкнуться мощно толкаемся ставим руки вот это попробуйте делать на месте обязательно можно перед зеркалом да для того чтобы понять правильно вы делаете или неправильно и еще такой момент когда вы делаете маховые движения руками следите за тем чтобы у вас есть раскрывалась здесь мы собираем кисть здесь раскрываем раскрываем выбрасываем палку выбрасываем палку выбросили собрали выбросили собрали палка никуда не денется она у нас будет на темляке и обратно не забывайте все эти моменты и в движении это же упражнение движение мы толкаемся руки выносим вперед ставим ножку толкаемся с другой ноги 1 2 3 4 друзья выполняйте все эти упражнения и вы обязательно будете только прогрессировать в лыжном ходе обязательно будете кататься красиво эффективно и вам что самое интересное вам будет нравится кататься потому что многие не нравятся многим не нравится этот вид спорта да особенно школа отбивает у нас вот это желание вот но поверьте если вы научитесь правильно хорошо кататься вы будете в удовольствие этим заниматься с удовольствием ходить в лес получать от этого огромное удовольствие пробуйте выполняйте эти упражнения все у вас получится занимайтесь спортом а самое главное оставайтесь со мной подписывайтесь на канал и впереди много интересного и конечно же встретимся на лыжне всем пока удачи